Жириновский Владимир Вольфович 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 Исчезла даже критика правительства, а в отношении Путина появились нотки подобострастия. Верхушка партии решает свои вопросы с верхушкой власти, с теми же олигархами. КПРФ превращается в парламентскую партию, где трудящихся представляют бизнесмены. Партию захватывает буржуазия. Народ это видит и это отталкивает людей от КПРФ. Сейчас будет формироваться центральный список на выборы в Государственную Думу. Опять там будет верхушка партии да несколько бизнесменов. Их во фракции КПРФ в Государственной Думе уже чуть ли не половина. Но ни одного рабочего в руководстве нашей партии, трудящихся или в числе депутатов нет. Ни одного. Так чем она отличается от Единой России? Исчезает традиция коллективного руководства, коллективного обсуждения. Председатель ЦК то и дело разражается огромными статьями в газете «Правда», которые никто не читает. Или длинными интервью на красной линии, которую никто не смотрит. А где высказать мнение рядовому коммунисту? Нигде. Инакомыслие подавляется. Как только высказывается мнение, отличное от мнения партийной верхушки, сразу начинаются обвинения во фракционности, в групповщине. Критика даже на личных страницах в интернете вызывает обвинения в нанесении существенного ущерба партии и карается исключением. Попытки защитить свои уставные права через суд тоже тянет за собой исключение. Воцарился принцип «Я начальник, ты дурак». Замалчивается ключевой элемент принципа демократического централизма – гарантированное право меньшинства на изложение своих взглядов, учет этих взглядов партийными органами. Остается только безусловное подчинение меньшинства большинству. И это превращает партию в казарму, где приказы не обсуждаются, а выполняются. Нас губят дотации власти, подкармливающие парламентские партии. Получая более миллиарда рублей в год, верхушка КПРФ может уже не заморачиваться сбором членских взносов. Их можно вообще не собирать, ибо они дают малую часть бюджета КПРФ. То есть рядовые члены партии не так уж и нужны. Можно обойтись и без них, или просто не обращать на них внимания. Зачем партии клуб по мини-футболу? Победы этого клуба никакой прибавки в симпатиях избирателя нам не дают. Расходы огромные. С другой стороны, комсомола практически нет. Молодежь в партию не идет. А если и приходит, то скоро или уходит в разочаровании, или ее выталкивают, как только она попробует предложить что-то свое новое. Как вы собираетесь перед выборами в два раза увеличить численность партий, когда от вас люди уходят целыми партийными организациями? Проблем много. Их можно и нужно преодолевать. Но для этого нужно заниматься партией, а не заигрыванием с властью. Однако партийные верхани знают, что происходит внизу. Да и не хотят знать. От людей совестливых, неравнодушных, деятельных, отмахиваются, как от надоедливых мух. Между тем, по уставу КПРФ основу партии составляют не руководители партии, а первичные отделения. И если Зюганов не способен справиться с нарастающими проблемами, то пусть уходит. Свято место пусто не бывает. Мы не противопоставляем себя руководству партии. Но и руководство обязано помнить, что без рядовых солдат генералы бесполезны. Карьеристы, соглашатели, захватившие руководящие посты в партии, исключили многих из нас из КПРФ. Но мы остаемся коммунистами. Коммунист – это прежде всего убеждение, а не наличие портбилета в кармане. И не надо вешать на нас ярлыки раскольников. Мы лишь призываем руководство Компартии восстановить ленинские принципы партийной жизни, повернуться лицом не к власти, а к рядовым коммунистам. Тогда еще есть шанс сохранить партию. Но если дела и дальше пойдут в кривь и в кость, как сейчас, если в партии будут укрепляться карьеристы и проходимцы, то Компартия повторит судьбу КПСС. Народ отвернется от нас. Это будет новым тяжелым поражением коммунистической идеи в России. Ответственность за назревающее поражение будет полностью лежать на нынешнем руководстве КПРФ. Мы призываем всех наших товарищей по борьбе не падать духом. Борьба продолжается. И давайте объединимся и приложим все усилия для возрождения коммунистической партии в России, прошедшей за последние 30 лет путь от запретов до возрождения. Сейчас она снова находится в крутом пике. Внизу вы видели тех, кто подписался под этим заявлением. Ну что ж, уважаемые члены КПРФ, уважаемые члены съезда КПРФ, обратите внимание на данное заобращение. Я думаю, оно о многом говорит. Только от вас зависит, сохранится ли партия КПРФ. Только от вас зависит, будут ли за нее голосовать. Только от вас зависит, кто будет лидером этой партии. Надеюсь, вы уже прекрасно понимаете, что нужно для этого делать. Субтитры сделал DimaTorzok